Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Людмила Тимофеевна Горина. Она одна из освободительниц города Бендера. Ее жизненный путь – пример патриотизма и беззаветной любви к своей родине. В сентябре ей исполнилось бы 93. Людмила Гориной не стала в канун Дня освобождения города, событие к которому причастна она сама. Подпольщица в неполные 16 влилась в ряды партизан. Когда началась война, Людмиле Тимофеевне еще не было 16 лет. Ну и она вступила в подпольную организацию города Бендеры. Значит, они выполняли там связные работы, потому что здесь находились румыны. Румынская сигуранция Людмила Горина была приговорена к расстрелу, но ей суждено было выжить, вынеся все тяготы вражеского плена. Вместе с другими подпольщиками ей удалось бежать. В 1944-м Людмила Горина участвовала в яско-кишиневской операции, освобождала Бендеры. Наград у ветерана много, впрочем, сама Людмила Тимофеевна не любила славы. Свои медали отдала в местный музей. Добрая, общительная, внимательная – так говорят о ней соседи. Вообще, очень было с ней интересно поговорить. Очень замечательная женщина, очень чуткая, внимательная, оптимист. Всегда она была очень такая, вот мы с нее брали пример, вот как себя вести, как вообще, даже несмотря на то, что вот она болела сейчас, только три года практически, вот на диване, можно сказать, но она всегда, вот зайдешь, она с улыбкой. Ветеранов становится все меньше. В живых осталось всего пять участников яско-кишиневской операции. Субтитры подогнал «Симон»